Эта трагедия, которая в Хантамансийске должна перевернуть сознание, я прошу всех без исключения. В том числе и, конечно, приму все исчерпывающие от меня меры, чтобы усилить контроль. С этих слов начал Алексей Валов внеочередное заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения. Страшное ДТП, в котором погибли 10 детей, команда по акробатике, никого не оставила равнодушным. Ни война, ни теракт, ни землетрясение – виной всему человеческий фактор, уверен руководитель района. Значит, мы некачественно проводим инструктажи водителей, некачественно проводим, соответственно, санитарный осмотр водителей. Мы не работаем с водителями такой степени, чтобы они боялись нарушать правила дорожного движения. Претензии к водителям возникли не на пустом месте. Районные перевозчики, автоколонны 1785 и частные компании без аварийной ездой похвастаться, увы, не могут. Только за полтора года на дорогах района опрокинулись два пассажирских автобуса и один горел. Недавно попал в аварию школьный автобус, на днях сгорела маршрутка. А впереди зимние каникулы и массовые перевозки детей на новогодние елки, на экскурсии. Алексей Валов потребовал максимального контроля со стороны властей и района, и поселений, и, конечно, сотрудников ГИБДД. Начальник районного отдела госавтоинспекции напомнил, что детские перевозки регламентированы постановлением правительства России номер 1177 от 2013 года. За этот год отдел получил 1274 уведомления об организованных перевозках групп детей. Был проверен каждый автобус, каждый водитель, проведены инструктажи сопровождающих. Более 41 тысячи детей перевезено. Но, по словам Дениса Кравченко, установленный порядок соблюдают не все. Организаторы поездок должны заблаговременно подавать в ГИБДД либо уведомление о перевозке, либо заявку на сопровождение экипажем ДПС. В уведомлении и в заявке тоже должны указываться данные перевозчика, это наименование организации предоставляющей автобус и водителя, марка автобуса, его госномер. Чтобы мы могли перед тем, как выпустить автобус, проверить все это по информационным базам, проверить, что это за автобус, все его данные о прохождении техосмотра, его состоянии, также документов и водителя. С мая нынешнего года правила организованной перевозки детей ужесточились. До сих пор административный кодекс предусматривал штрафы лишь для водителей и только за нарушение ПДД. Теперь введена ответственность для должностных лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей. По новой статье уже привлечено к ответственности три водителя и три должностных лица, и контроль будет усилен. Я обещаю, что вот с этого момента, с этого месяца, каждое нарушение будет не то, что пальцем погрозить, будет отвечать не только водителям и должностным лицам, но и юридическим лицам, которые все это осуществили и нарушили. Обязательно штраф там до 100 тысяч рублей. Так что я думаю, что это будет весомо. Каждый автобус с детьми сопроводить невозможно. Представители ГИБДД призвали исходить из норм закона и из реалий жизни, но пообещали сделать все от себя зависящее, чтобы обезопасить поездки. Конечно, при условии ответственного отношения всех заинтересованных сторон. Конечно, по району мы обеспечим движение автобусов с детьми всеми возможными силами. Это не только сопровождение экипажами ДПС. Это и отработка на аварийно-опасных и на сложных участках руками наряд. То, что экипаж не идет с маяками перед автобусами, означает, что инспектора ДПС не работают. По итогам совещания главы и руководители поселений получили конкретные указания по организации коллективных детских поездок. Руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано усилить контроль за водителями, чтобы не пополнялась печальная статистика. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».